Они просто записывают это как декларацию и принимают эти документы, и больше никакого влияния они не имеют, к сожалению. Вот это вот опрощённое принятие объекта в сдачу эксплуатации, в том числе и на декларации, вернее, декларативное это слово, она нивелирует как бы и управление самоархитектурой, и только тут от частного порядка. Насколько у тебя порядочный попадётся проектант, насколько порядочные попадутся строители, от этого всего зависит. Насколько ты как заказчик будешь в том числе порядочный. Если вы меня хотите видеть как клиентом кафе, либо парикмахерское, либо частного стоматологического кабинета, вы будете создавать вот эти все элементы доступности абсолютно для всех. Но мы возвращаемся к тому, что, например, гинекологическое кресло есть, а как добраться к нему? Нет. У нас сейчас есть программа Мирового светового банка, идёт кредитирование оттуда. Причём там какие-то буквально какие-то малюсенькие-малюсенькие проценты. И вот наш световой банк, в том числе и на Полтаву, перечислил какие-то деньги. И как уже оказалось, эти деньги перечислены на оборудование, что-то такое, которое касается туберкулёза. Вот именно там какие-то новые рентгеновские установки идут и так далее. И вот эти вот все закупаются оборудование и устанавливаются в какой-то поликлинике. А вдруг у меня, как человека, который передвигается на коляске, не дай бог, возникают какие-то проблемы, хотя бы не под вопросом. А доступности на пятый этаж, либо даже на первый этаж, ничего не предусмотрено. Так вот, если бы те люди, которые выигрывают эти тренды, либо распределяют эти гранды и программы, понимали, что оборудование – это только часть этой доступности, как можно вслужить население. А это не полностью, это не весь масштаб. И понимали, что вот это вот именно эти рентген-кабинет, обучение персонала, покупка каких-то ещё приспособлений медицинских – это только часть. Это буквально только маленькая часть, когда человек уже у тебя оказывается в кабинете. Но как он туда придёт, вот об этом никто не понимает. Вот надо весь комплекс видеть, естественно. Вот когда нам говорят, что у нас будет буквально в конце следующего месяца, к нам придется в министерство, и у нас поднимался вопрос инклюзии. Обучение детей с инвалидностью, начиная с садиков, заканчивая уже высшими учебными заведениями. Вроде как у нас и школы, у нас программы есть. А вот 26-я НВК недоступна, 45-я НВК у нас недоступна. 19-я школа, пандус есть, туалета у нас нет, либо кабинетная система. А самое интересное, вот вроде как, даже если место обучения ребёнка в школе у нас полностью всё будет адекватно, доступно, всем требованиям, соответственно, начиная с архитектурной, заканчивая учебным процессом. А ребёнок будет жить на пятом этаже без пандуса, без этого спуска, ездить по вот этим вот дорогам страшным. Да, значит, пользоваться этим транспортом, ещё ж надо как-то доехать до этого транспорта, это уже не инклюзия. Инклюзия – это прямо целая система, точно так же, как у нас доступность. Это целая система, начиная от того, как человек у тебя в помещении, как оборудовано, заканчивая тем моментом, как ты должен, вернее, где ты должен себя реализовать. Я хочу ещё вспомнить, вот как я поступала в высшее учебное заведение, уже будучи на коляске. Мне сказали о том, что существует программа по оплате специальным нашим высшим учебным заведением, Институт Украина, экономический, там университет, международный, так и так далее, и так далее. Вот я приехала, это у нас съёмное было помещение за ЦУМом, вот там какой-то там проектный институт, да-да-да-да, и они снимали половину здания. И там ступени, как до Господа Бога. И вот я знаю, что там уже через какое-то время должны принимать документы. Я хотела просто поинтересоваться, потому что мои коллеги, уже несколько человек на коляске получили образование в этом институте. И я прошу, будьте добры, кто-нибудь либо с приёмной комиссии, либо там проректор, либо ректор, пускай мне спустится, и расскажет, каким образом я могу осуществить свою мечту. И вот раз выходит человек и сказал, что, вы знаете, к вам никто не спустится, ректора нету, проректор не спустится к вам. Второй раз выходит, говорит, а как вы тут собираетесь учиться? А говорю, ну вот как-то, как мои коллеги учились, так у нас ступеньки. Говорю, ну это же не мои проблемы, это ваши проблемы, что у вас ступеньки. Значит, нужно было думать, потому что ваш институт, специальная программа там есть, для всех абсолютно на залоге. Говорю, значит, давайте подумаем тогда вместе. И он выходит третий раз, говорю, а вы кто? Говорит, а я по совместительству с дежурным ещё и член приёмной комиссии. Я очень удивилась, скажем, он дежурный, он охранник, он ещё и приёмная комиссия. Говорит, я сказал проректор, что вы тут не сможете учиться, потому что у нас всё-таки доступности нету. И я говорю, вы знаете, если уж так проректор сказал, тогда я точно смогу тут учиться. И вот, значит, проректор тогда работал на втором этаже. Лифт у них, в принципе, опускался на первый этаж, но они забыли, что он опускается. То есть нужно его с другого этажа было опустить самостоятельно. Они сказали, что с первого этажа лифт у нас не поднимается. И вот я попросила студента, чтобы меня на руках внесли на коляске уже к проректору. Я постучалась, я сказала, это та женщина, которой вы отказали три раза, как к песне. И я хочу у вас учиться. После 20 минут беседы, значит, сказал, что вот, конечно, поступайте, конечно, подавайте документы. Естественно, что сделаем всё возможное для того, чтобы ваше обучение проходило в адекватном состоянии. То есть для меня аудитория была уже тогда на первом этаже, персонально практически под меня. У нас была группа, где тоже учились люди с инвалидностью, с проблемами зрения, с проблемами опорно-двигательного паната. Одна девочка с детским церебральным параличем. То есть абсолютно адекватные люди, да, ментальность нормальная. Просто нужно было понимание, как там больше поговорить с человеком. Конечно. А кроме того, для вашего института это престижно, о том, что у вас единственный человек, уже у вас учится единственный человек, говорю. Вот вы создаёте такие условия для того, чтобы учились на колясках в том числе. У вас есть проблемы, дети, студенты с проблемами зрения. У вас были группы с проблемами слуха. Наташа Московиц там в том числе была вот эта жестопереводчик, у нас обучалась, ей этих детей переводила. Значит, говорю, теперь у вас ещё будут студенты с проблемами опорно-двигательного аппарата. Поэтому, говорю, вам нужно поставить галочку и в этом направлении идти, говорю, в правильном порядке. Ну и вот в чём моя такая реализация, да, вот поэтому я думаю, что вот если я... Ты в какой-то команде будешь идти или как там, или... Значит, почему я доверилась команде, где Оксана Антоновна Дыркачевна. Оксана Антоновна. Да. Значит, я узнала, что в них руководитель этой команды, Довиченко Александр Васильевич. Ещё не объявил, ещё мы подходили к нему. Нет, он руководитель. А, руководитель? Да, руководитель команды. Насчёт мэра, нет, руководитель, да. И для меня эта команда стала приоритетной, потому что вот работа комитета доступности именно областного оказалась самой эффективной за всё время, которое у нас, в общем-то, и есть с чем сравнить. Возможно, у нас и отдел архитектуры, и сам председатель комитета доступности Животенко Виктор Фёдорович был, скажем, человек, который небезразлично остался к этим вопросам. А, возможно, и секретарь, который, в общем, понимаете, как бы все вот направления сошлись. Но Александр Васильевич, я поняла, что вот близко пропускает эту проблему через себя, потому что именно в этот момент была составлена смета при его управлении, была составлена смета на полностью реконструкцию, переоборудование областной администрации по всем абсолютно нормам, которые касались как остановок для автомобилей, которые приезжают с людьми с инвалидностью, заканчивая санузлами и всеми направляющими. То есть все стикеры, все информационные источники, вот это всё было учтено. И я каждый раз повторяла, что вот я подхожу к администрации, если я человек новый, я не знаю, где пандус. И если пандус не говорят с той стороны, и я не вижу знака о том, что с той стороны пандус, значит, этого пандуса нету. И вот только вот тогда это всё было заложено в бюджет, это, по-моему, больше 700 тысяч было заложено на оборудование областной администрации. Только в эту каденцию для меня, я поняла, что, знаете, вот я подхожу и вижу элементы доступности, значит, я понимаю, что люди там работают тоже адекватно, они на подсознание понимают, что к ним такие люди придут, и эти проблемы должны решаться. Вот так вот. И когда уже в эту каденцию при Головке это всё начало осуществляться, слава Богу, ну, в общем, мне показалось, что как бы тот процесс, который был начат, он запущен уже, и он уже не прекратится. Поэтому вот для меня это большой такой был показатель, что я должна быть в этой команде. Этот вопрос, он будет всегда на первом плане. И мне вот с теми, с теми моментами, когда обращались ещё Продовиченко, когда обращалась к Александр Антоновне, они всегда вот были на учёте, на контроле и никогда не спускались на тормоза. Таким вот образом. Спасибо. А ещё за остановки, я хочу сказать. За наши остановки, Наташа. За остановки, давай, да, да, да. Если продолжить тему доступности, то это что же, да, в этом ракурсе остановочки эти новые? Естественно, естественно. Много сейчас об этом говорят? Да, много говорят, и, наверное, это просто тренд какой-то для Полтавы. Мы эти остановки ждали, потому что ещё 4 года, почти 5 лет назад, на нашем комитете доступности, практически на первом комитете доступности, наше управление архитектуры городское показало о том, что мы собираемся в городе делать остановки, причём где будут учтения абсолютно все элементы доступности для людей с инвалидностью всех нозологий, и в том числе для маломобильной категории населения. И мы там поставили свои подписи, в том числе и наши члены комитета доступности, люди с опородвигательным аппаратом, то есть я, люди с проблемами зрения, с проблемами слухами, там расписались о том, что эти остановки нам подходят, потому что там от удобства для нас до информации для людей неслышащих были всё эти моменты расписаны. Да, продуманы. Нету и нету остановок, ну и как-то вроде как нет. Ну мало ли чем, может и денег не хватает, кто знает, что в бюджете. И вот наконец-то остановки появляются. Мне звонит член нашего областного комитета доступности. Эта девочка у нас закончила наш техуниверситет, и она разрабатывала остановки для Кременчугал. И причём эти остановки уже имели, скажем, такой уровень, где там и туалеты даже были доступны для людей, то есть там запроектированы санузлы, в том числе для людей с инвалидностью на остановках. Вот это должно в Кременчуге. Они специально делали эти проекты для Кременчуга. Когда они пришли в Полтаву, в Полтаве сказали, нам это не нужно. У нас будут свои, у нас уже это всё сделано, мы уже там всё деньги забили. И тут Виктория мне звонит и говорит, Ирина Васильевна, вы видели о том, что у нас делаются остановки? Я не видела. И вот я приезжаю и понимаю, что эта остановка настолько примитивна, и она в некотором роде даже опасна для передвижения людей, которые не зрячие, либо с остаточным зрением. И, значит, кроме того, что для меня там места нету, потому что лавочка по всей длине, и ширина остановки, вернее, ширина до остановки, она там довольно-таки маленькая, но длина ещё остановки не позволяет мне стать, как человеку, который передвигается на коляске, в моё место, потому что я задену чьи-то ноги, и я обязательно останусь за этой остановки, хоть какая-то моя часть тела, либо я буду мешать тем людям, которые сидят на этой остановке. И буквально в этот день, когда я уже вот увидела этот ужас, ко мне звонит женщина, которая является членом комитета доступности нашего областного, она с генерацией успешной идеи, и рассказывает такую историю о том, что она чуть не получила травму, потому что выходила из этого подземного перехода, и у неё только боковое зрение, у неё остаточное зрение, она видит только боковые отражения, а так как объект новый появился, и он абсолютно ничем не очерчен, там нет контрастной линии, нет тактильной стороны, вот это что, перед остановкой, вернее, перед любым абсолютно объектом за 60 сантиметров должна быть какая-то полоса о том, что... Они чувствуют, да, естественно, тактильно, да, 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 естественно. Вот это я тоже всё покажу на нашей картинке, которую покажу. Видишь, я тоже не знаю много... И этот объект сливается полностью с пешеходной частью, то есть сама остановка тёмная, и пешеходная часть-то тёмная, а она всё видит в тёмном цвете, и она ударяется в эту остановку. Конечно, она не особо сильно травмировалась, но для неё этот объект новый. А если человек бы сильно травмировался, либо там оказалось что-то по-другому, да, вот какой-то табор в стекло, может быть, или... Ну, какой-то материал, который, может быть, при сильном ударе, он разбился. Это не просто мелочи, это действительно. Это абсолютно не продуман. Мелочи для того, чтобы это сделать. Да, это мелочи для того, чтобы сделать. И я уже сразу написала письмо на Александра Фёдоровича о том, что мне нужно обязательно узнать, кто же отвечает за эти остановки и кто же отвечает за эти дороги. Ну, вот пока мы ждём, пока мы ждём. Там вроде как в течение месяца. Ну, и написала о том, что эти остановки крайне опасны для людей на мобильной категории для населения. Может, тогда нужно предложить? Раз, два, три. Мы там предложили. Пожалуйста, конечно, мы предложим. Мы уже там описали в этом письме. Но у нас каждый раз на нашей комитете доступности, в том числе и в городе, вот, в принципе, все требования, они как-то учтены. И там они записываются. Но почему они воплощаются в жизнь, вот не могу понять. И у нас существует такая пословиция. Вот не робить для нас без нас. Вот если вы чего-то не понимаете, а вы хотите сделать для всего населения, для всей категории населения, обратитесь вот в эти определенные структуры, чтобы это было для всей категории населения. Я помню, как вот встал на каденцию Матковский, да, Андрей Всеволодович, у него тогда был маленький ребёнок. Детские площадки пошли там, какие-то, значит, спортивные площадки. Да, как реализовать ребёнку себя, где им реализовать? Александр Фёдорович, он тогда проникался действительно проблемой инвалидности. Для него реализация выезда инвалидов куда-то вот из города, где-то отдых какой-то инвалидов. То есть он это понимал, он это прочувствовал через себя, потому что возле него работали люди, которые... Он помогал тогда людям с инвалидностью, ну, в том числе нашей баскетбольной команде. А всё, что касается доступности, это почему-то стало вот таким каким-то камнем предупновения. И как эти вопросы решать без тех людей, которые не заинтересованы в этом? Вот я не могу понять. Ещё есть такой вот момент. Когда комитет доступности только открылся в области, при Осадчем, это всё настолько формально проходило. Хотя уже радником Осадчева был человек на коляске. И его, в нашей областной администрации, Сергей Андреевич Умак, и его кабинет находился в этой администрации. То есть человек пять лет пробыл. Санузла нету, пандуса нету. Вот кому это нужно, скажите, пожалуйста. Вот человек там уже на коляске. Наверное, ему не особо нужно было. А только когда собралась вот эта команда, когда все вдруг поняли, и люди на колясках, и люди с проблемами зрения, и тех, от которых зависит вот эта вот доступность, архитектурный отдел, наше руководство, Удовиченко, значит, Животенко, как председатель комитета доступности, тогда поняли, что эти нюансы, они просто важны для жизни, потому что я становлюсь старше, потому что мне это нужно будет. И это оставит, это не просто те нормативы, которые прописаны законодательно, а это цивилизация. Это так должно быть. Так просто, вот я уйду, а после меня это останется то, что мы сделали, это команда сделали. Конечно, это основополагающий фактор. И вот когда в Приматковском, говорю, делалась у нас пристройка к нашему зданию, архитектурному, к Мисс Виконкому, с той стороны, и мне нужно было тогда подписывать объект, но тогда не я подписывал этот объект, а мой коллега, без проблем со здоровьем, тогда так, почему тогда он существовал. Он говорит, там все доступно, там пандусы есть. И вот если мы сейчас подойдем, может быть, оно доступно. Да, может быть, не зайдем никуда, потому что по всему периметру у нас бордюр. И я смотрю на этот пандус, но из-за бордюра... Бордюра и есть? Да, но я воспользователь пандусом не могу. И даже если я зайду на этот пандус, там вроде как пандус нормативный, но там очень хитро так продумано, значит, пандус есть, поручень есть. А чтобы подобраться к этому поручью и подтянуть себя, то нужно проехаться немножко по вот этой брусчатке, которая тоже уже под наклонами идет. То есть вот это вроде как визуальная, такая информационная составляющая, она нивелирует того, что есть у нас доступность. Но даже когда я захожу на территорию этого объекта, второй этаж для меня оказывается недоступным. И кроме того, второй этаж опять оказывается, он очень опасный. Ступеньки у нас скользкие, поручни настолько с одной стороны, а там почему-то с этой стороны стекло. Не дай бог, кто-нибудь там подвернет ногу, то и туда может нырнуть. Значит, ступеньки явно не нормативные, потому что они не соответствуют, там 15 сантиметров, там гораздо они выше. А санузел, я вообще, я очень удивилась, когда мы проходили с проектантами, показывала, что где же ваш санузел, как же можно воспользоваться? Вот если вы, Наташа, обратите внимание, туда зайдете кто-то с ваших коллег, вот спросите, ради интереса, в новой пристройке, да, естественно, значит, где у вас санузел для людей с инвалидностью? Вот вы заходите, значит, шикарная дверь, 90 сантиметров, абсолютно без порогов, я прохожу, там, где умывальничек, вот такой шикарный коридор, с этой стороны кнопка вызова. Когда я открываю сам санузел, он почему-то по ширине всего лишь моей коляски, и мои ноги через 20 сантиметров упираются в унитаз, который поперек моей коляски, вот так вот, и говорит, у нас поручни есть, ну и что ж у вас поручни есть? Как я, как я, и вот, говорю, каждый должен заниматься, или садиться в коляску, это лучше? нет, Наташа, не поэтому, открываешь нормативы и читаешь, метр 65, естественно, все прописано, вот, стоматолог же знает, как лечить свои зубы, вы знаете, как брать интервью, вы знаете, как разговаривать с людьми, точно так же, как и проектант, и как строитель, ну, неужели на подсознании это не понимаешь, а как можно в такую ширину дверей 50 сантиметров заехать, человеку на коляске, если вот этот под коридор у нас доступный, и если я с какой-то дурной головой вдруг пересяду на этот унитаз, вот каким-то образом, то я же на коляску уже никогда в жизни не пересяду, и я, не дай бог, окажусь на полу, я должна проползти до вот эту вот часть, нажать на эту кнопочку, чтобы меня подняли, вот, это уже новый объект, вот, это уже новый объект, выделяется у нас финансирование с местного бюджета на реконструкцию нашего бассейна «Дельфин», а что же там доступного на территории бассейна «Дельфин», да, она стала более доступной, потому что с этой стороны, с центральной убрали бордюр, я там могу проехать, вернее, там опустили бордюр, я там могу проехать, и двери открываются автоматически, и на этом моя доступность заканчивается, то есть, если я с инвалидностью решила воспользоваться этим бассейном, провести соревнования, там какие-то, мои люди уже туда не попадут просто так в бассейны, там нету раздевалки, там нету санузла, там нету возможности подняться на эти ступеньки, даже если я не буду участником олимпийских, паралимпийских там видов спорта, но я как мама, либо как тетя, либо как бабушка, имею право и возможность, и желание поучаствовать на соревнованиях своего внука, своего племянника, своего сына, или ребенка, привезти туда его, и кроме вот этой вот территории, для меня больше ничего не доступно оказывается. А вот это никак не объясняется, вот мне интересно, если это по законодательству вот так вот должно быть, но делается не так. Объясняется, это наказывается. Просто наказывается и все-таки остается в таком же виде, да? Ну наказывается. Нет, вот вы знаете, к сожалению, у нас есть штрафы, и должно быть, конечно, еще что. То есть человек заплатил штраф, и все? Нет, он должен, конечно, сделать реконструцию, переделать. Должен сделать. Но вот что самое интересное, когда мы спрашивали своих коллег, например, в Латвии, каким образом у них осуществляется эта проблема? Говорит, у нас больше, чем раз, говорит, у нас не наказывается. Если, говорит, я не дай Бог, на 2 сантиметра сделала стойку выше, чем державные будильные нормы мне на это указывают, значит, я плачу штраф, я полностью переделаю, потому что, говорит, следующий штраф в 2 раза больше. А доходили до второго штрафа? Говорит, У нас еще такого не было. То есть, если пришла команда и проверила определенные структуры о том, что там нарушены эти нормы строительные, мы платим штрафы, мы сразу же переделываем. У нас есть такие прецеденты на Украине в Одессе и в Киеве. В Одессе там миллионные штрафы, в Киеве у нас тысячные штрафы, но это частные предприятия, и там же что-то судебные заседания бесконечные просто. У нас в Полтаве есть прецедент нашего аристократа, кстати, там опять же Шпрюдовиченко. А вы можете туда пройти и посмотреть, как сделан пандус, каким зигзагом. Кроме того, что по периметру у нас, по всему, опять же, что у нас бордюры с центральной стороны, пандус у нас зигзагообразный, и когда мне проектант говорил, что почему у нас шикарный пандус, абсолютно нормативный, нет проблем, сядьте, пожалуйста, на мою коляску и покажите, как можно заехать по вашему нормативному пандусу и как можно съехать. И что там? Сходится, да? Ничего. Уже нет, суд прошел, они, по-моему, там тысячи какие-то заплатили. И все? Или переделали? Нет, ничего не переделали. Ничего не переделали. Своими силами полностью реконструировали комнату. Вернее, одно... Въезд отдельный еще просто? Не въезд отдельный, нет. Въезд таки остался. Они своими силами сделали туалет на первом этаже, то есть за свои полностью деньги. Они сделали одну комнату для людей с инвалидностью, там полностью обустройство, сделали ванны, туалеты. То есть, как будто это все консультации отдавало. Адаптива. Да, и контрастную эти все полосы информационную тоже такой составляющий, потому что Зинаидина Давыдовна Соболи оказалась очень таким проникновенным человеком. Мы с ней тоже давно-давно знакомы. Это ее частное, личное такое отношение к людям с инвалидностью. И для этого номера там еще и скидку сделали. Если человек с инвалидностью, для него полностью да, там скидка очень хорошая. Именно в этот номер. Это просто как частный человек. Но это единичный случай. Это не просто единичный, это, наверное, единственный случай. Полтаю. Вот таким вот образом. Поэтому, ну вот скажем, да, возвращаемся к тому, что по ему депутатству, по ему такому решению, депутат слово нарицательное, но если не будет, если мы будем только ныть и будем пенять на кого-то, что кто-то для нас пускай делает, а не будем сами осуществлять никаких шагов к решению этих проблем, значит, вот так вот наша страна и будет в таком вот положении. В нытье и в таких вот заботах. Я очень буду стараться. Решить именно эти проблемы. Дай Бог и следующее. Будем верить. Не знаю, что отсюда можно выбрать.